Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава РИЕ. Один из основных вопросов, который поднимается в этой недельной главе, это нет идолопоклонничества. Здесь надо вдуматься в то, что мы развивая себя. Мы сейчас говорим не о тупой какой-то примитивной древней истории. Мы говорим о сегодняшнем дне. Вступая в духовный Израиль, в духовный, изменяя себя, надо сжечь и уничтожить всех идолов. Которые были у тебя до того, как ты начал пытаться разбираться в этой жизни. Согласно устной Торы, идолопоклонничество приравнивается к отказу от всей Торы в целом. Магарали объясняет эту концепцию следующим образом. Если человек верит, что существуют какие-то другие силы, помимо Творца, способные влиять на мироздание и на него самого, тем самым он подрывает фундаментальный принцип единобожия. В тот момент, когда человек делает такое допущение, он уже сходит с пути Творца. Конечно, вот в наше время, ну просвещенное, ни один цивилизованный человек уже не побежит за расписными деревянными идолами, или даже за какой-то античной скульптурой. Но проблема совершенно в другом. Современное идолопоклонничество оперирует другими совершенно более тонкими понятиями. Например, вера в коммунизм. Вы помните, целое поколение, миллионы людей с ума сходили с утра до вечера. Мы там все для человека. Человек это звучит гордо. Отрицание Бога это тоже вид идолопоклонничества. Только на этот раз в центре культа оказывается человек. Все во имя человека. Помните, вот целые миллионы людей гибли, все во имя человека. Но и самый обыкновенный человек сегодняшнего дня не застрахован от проявления идолопоклонничества. Если он предполагает, что кто-то способен ему навредить, или наоборот сделать добро, не по воле Всевышнего, или если он чрезмерно уповает на свою силу физическую, интеллектуальную, финансовую, он теряет ориентир в жизни, забывает о том, что он, ну, как сказать, как говорил один мудрый человек, овощ в супе, который попал туда не по своей воле, и извлечен будет тоже не по своей воле. А для чего тогда вот такая жизнь? Почему человек не может взять голову в руки и немножко подумать? В нашей недельной главе рассказывается уникальная история. Перед тем, как евреи зашли в землю Израиля, Бог сказал им стать одним на горе Гризим, вторых на горе Иваль, и левиты, стоящие в центре, дали, рассказали одним благословение, одним проклятием. Вы знаете, до сегодняшнего дня есть эти две горы, и если вы подъезжаете, это просто уникально, насколько вот Тора показала нам и по сегодняшний день, как в одной географической точке. Два совершенно разных результата получились, двух одинаковых рядом стоящих гор. Потому что в первом стихе сказано, смотри, предлагаю сегодня благословение или проклятие. Действительно, вот подумайте, нам так материализовать, нам надо было материализовать перед входом, показать человеку, вбить ему в голову, что это такое. Глядя на эти две удивительные горы, сегодня вживую видишь, как выглядят браха и хвала, благословение и проклятие. Там особенно внутренние вот эти вот склоны, которые обращены друг к другу, один цветущий, а второй совершенно голый. Там, где Тора сказала, браха цветет, там, где сказала, благословение, ничего нет. Чтобы люди поняли и осознали всем сердцем, всем существом при одних и тех же условиях. Географических, политических, экономических, там где хочешь. Если вы идете по пути духовности, по пути благословения, с вами будет благополучие и процветание. В противном случае, по-любому результат будет другой. Почему все время нам говорится о том, что нам надо сделать то-то, сделать то-то, поворот? Дело в том, что зло не спустилось сверху. Зло не запланировано было в мире. Это мы с вами придумали зло от первого человека и так далее. Мы сами вносим в сбалансированный, правильный мир какие-то такие вещи, которые делают его злом. Как только нет брахи, есть зло. Зло не спускается сверху, и поэтому мы обязаны участвовать в его искоренении. Вот в чем наша проблема. Изменить мир можно только одним способом. Изменив себя, никакого другого нет варианта. Пустого места в жизни нет. Где нет добра, зло. Где нет света, темнота. И поэтому проклятие, это просто замена отсутствующему благословению, которое мы отодвинули, выпихнули, и тут же в это зашло проклятие. Каждый раз, нося свою какую-то лепту в улучшение мира, в установление мира в каком-то месте, вы становитесь компаньонами Творца. Представляете, как потрясающе? Ты компаньон Творца. Поэтому давайте станем компаньонами Творца хотя бы на этой неделе. Брахав и Ацлахав.